привет прошла уже неделя постанового года знаете о чем хотела хотела рассказать я вам день перед новым годом планировала снять 10 роликов последние 10 дней ну старого года как они у меня проходили что это творила в своей квартире квартире перестановку дело кое-где делала ремонт тренировки и подведение итогов каких-то там знаете хотел сделать а потом все так банально знаете мне как шандарах давление 150 после очередной тренировки я слегла и провалялась три дня единственное что мы с тимошкой сделали мы в этой комнате сделали полностью переставку она у нас была пустой мы сюда поставили кое-какую мебель в этой комнате мы отмечали новый год пришла моя мама и мы очень так дружно мирно спокойно втроем наготовили всяких вкусняшек кто что любит кто что хотел прямо вот тимушку захотел роллов накрутили роллов любимых салатов она делающим это все ели до пятого числа . да и дали мы последний салат у нас ели пятого числа дети разъехались анюта сегодня у меня была приезжала сегодня ночевала со мной мы с ней сегодня вдвоем ночевали девчачьи секретики тимоша уехал бабушки на каникулы его на бабушке а сегодня я одна дома сегодня я думаю одна и хотела знаете сделать наверное что ли мне из этих роликов которые я снимала они уже видите вы потеряли свою актуальность потому что то что я задумывала и хотела уже не получилось но есть какие-то там интересные моменты и сделал такую небольшую сборную соляночку как вы отметили свой новый год где вы его отмечали с кем вы его отмечали я в этом году могут отметила так прям как я хотела я люблю отмечать новый год своей мамой мне даже какая-то такая есть знаете но скажем примета что ли если отмечаю новый год с мамой то вот у меня складывается вообще очень классно и то что мы были втроем я тимушка и мама прямо вот анюта жалко что кем была с нами но они то вообще из гордо вышла поэтому не получилось зато сегодня она со мной сегодня вчера приехал сегодня 7 число рождество я всех поздравляю с рождеством а моя анютка вчера приезжала ко мне сочельник оставалась ночь мы с ним даем сегодня ночевали такое знаете тоже символически символическое такое новый год с мамой и рождество с дочкой вдвоем она очень редко не приезжайте у вас ночевой сегодня мы с ней прямо даже на одном диванчике спали вместе девчачьи разговоры прочее вот у меня в принципе начался хорошо мне нравится как он начался бывает по-разному году все было классно кто-то заметил что у меня на зоне канала сменилась у у меня уже нету больше кризис среднего возраста я теперь немножко по-другому смотрю на вещь и на жизнь и вообще психология великая сила я вам хочу сказать игла очень важно найти человека который тебя смотивирует который тебя как-то настроит внутренний твой настрой найдет такую знаете точку кнопочку на которую нужно нажать чтобы для внутреннее состояние поменялось перенастройка перепрограммирование скажем так нужно углу лица до заводских настроек и установить вновь все программы чтобы они работали без перебоя эффективно главное ну вот как то так как то так все мои итоги похудения на сморку все мои 6 килограмм которые скинула я их благополучно в новый год наела обратно даже плюс еще один нет не плюс я вчера взвешивалась 91 помыло все взвешивались и вставлю вот так вот такие пироги внутри не 6 конечно внутри 4 даже почти килограмма я набрала 87 и 99 вот этот план на неделю что я буду делать сегодня сегодня у меня день по расписанию плюс 4 зоны к новому году это один час убирать каждую из зон и и холодильник сегодня нужно сделать то есть сейчас расскажу значит что это я сегодня значит стараюсь придерживать придерживаться режима до который я себе написала плюс я делю свою квартиру на 4 зоны примерно и один час уделяю какой-то одной зоне капитальные и прибираю скоро новый год к новому году надо прийти в чистоте и порядке дальше и плюс нужно вымыть холодильник потому что это всегда откладывается на потом и это не входит в такой знаете уборку ежедневную сегодня мне холодильник по плану не во первых надо его перетащить из комнаты не знаю куда из одной комнаты в другую или в коридоре не знака его поставлю него нужно вымыть так пока на сегодня вот такие планы 24 у меня еще к основному расписанию плюс одна зона и плюс елка больше ничего не дополнила это у меня ежедневный план видите пишу не в ежедневнике почему-то на листочках мне удобнее стало а вот эти вещи я буду себе каждый день читать то есть я молодец это 60 пунктов которые надо написать как я себе горжусь и я молодец да я написала 23 пункта вчера мне нужно писать 60 так девочки мальчики здесь я записываю свой вес 16 ноября вот видите у меня был вес 93 700 94 сантиметра сегодня у меня вес 88 200 видели да не сдвинулся ни на шаг то есть тут я пишу 0 20 12 общая потеря веса 5 и 6 так я пишу а здесь вот я по марочке такие делаю ведь нет написано что я ела булки что я ела пироги тут я трескала конфеты свете день без диеты без диеты у меня 800 грамм почти но это с 19 по 13 несколько дней не записывала сегодня 0 но блин не знаю ну эти дни я и что эти недели не занималась 3 не было на прошлой неделе не было на тренировках спортом я не занималась сегодня делала зарядку завтра йога в общем посмотрим тут наверно даже будет какой-то набор веса потому что я буду пить воду ведь у меня вот тут идет два дня плюс плюс потом опять тут идет где-то вот плюс тут я ничего не ела такого лишнего но я здесь ходила на тренировки 24 26 это вода ну вот такой вот у меня график не графика как сказать так вот я записываю свой вес смотрю насколько я похудела высчитываю тут каждый день а тут общая такая графа сколько я в весе потеряла 16 по 23 2 700 видите как хорошо под первую неделю я худела я тут сидела на строго диете занималась каждый день спортом 2 700 за неделю 2 700 за неделю сколько за неделю же до 16 по 23 до вот так ну ладно это взвешивая зарядка сегодня делаем ничего не тренировка к времени дети я мордочку лицо свое нарисовала готовить обед я приготовила вчера я сейчас сделаю кое-что по дому на полчаса у меня будет еще уборки и уборки из той которая знаете на четыре зоны которым сейчас нам уделить может там кладовочку или там разбирать и разбирать и потом я уеду город приеду к часу я самка мазь я в горе сейчас встречу с мамой мы с ней за пакеткой любви на кухне маме мне было лучше месяца наверное то мы болели даже больше наверно не видела то мы болели то еще я уже еду обратно из города ношение такси не успеваю потому что я уже еду обратно из города потому что не надо вернуться к часу сегодня нам устанавливают интернет потому что до этого мы жили только с мобильным позвонил мастер он уже ждет меня на автобусе я не успеваю гомбиком кинутом девочки доброе утро уж даже не утро уже день времени просто час дня даже не второй день это третий я стала час назад в двенадцать вспомнила о том что я вчера не сделала ролик не подвела итог не много чего не сделала начала себя рогать за это начало корить говорить такая а потом села девочки подумала знаете о чем конечно на меня повлияло то что я последнее время очень много слушаю психологов но это вот на ее личное тоже в том числе я же не робот я же не машина я не могу вот так вот сделать да и переключиться абсолютно на другой ритм жизни на другую конечно это неправильно оправдывать сейчас себя до к примеру и говорить что я не машина это не пример для подражания но но это нормально это нормально естественно это результат того того как я жила ранее кто-то может жил намного организованнее чем я и них это все получится быстро но вот смотрите какая вещь когда ребенок главное здесь в чем главное здесь себя не ругать главное себя похвалить за то что ты сделал а не занижать себе самому еще больше самооценку наоборот поднимать понимаете похвалить себя не все же плохое я делал вчера вчера и хорошие какие-то вещи делала правильно сейчас расскажу какие подведу все таки итог но еще знаете важно что вот у нас бывает такое думаешь 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 и раз мысль выскочила еще знаете что важно еще знаете что важно важно вот такое сравнение мне очень понравилось когда человек меняет свою жизнь это все равно как ребенок который научит который учится ходить заново да принципе вы же все делать по другому все в основу жизнь вы начинаете жить по-другому и по-другому что-то делать вот как маленький ребенок учится ходить он сначала потихонечку встает на колени за что-то держится идет держась за что-то за стенку там за бортики кровати за мамину руку потом его отпускаешь он начинает ходить шатка он идет в первые эти шашки он весь шатается падает на колени но он встаёт и опять идёт, и опять встаёт. Маленькие дети как ходят, которым годик, они уже целый год, ну, не годик, ну, скажем, два, да, два года ребёнок уже ходит, но он уже там какое-то время, уже полгода, год уже умеет ходить. Но маленький ребёнок, которым два года, он ведь не идёт уверенно, как взрослый человек, да? Он всё равно идёт, не где-то пошатывается, где-то перебирает своими маленькими ножками, но идёт не очень ещё, скажем так, устойчиво. И только уже там, как к школе, например, ребёнок начинает, да, уже ходить так уверенно, ну, не к школе, я не знаю, к скольки годам, к примеру я говорю, да, через какое-то время ребёнок начинает ходить уже устойчиво, и уже потом по взрослой жизни он идёт, сколько лет на это потребует, чтобы просто научиться ходить. А тебе надо не просто научиться ходить, тебе надо, во-первых, научиться красиво, тебе надо изменить всю свою жизнь, тебе нужно всё поменять, на это тоже нужно время. 21 день это привычки которые мы себе прививаем за 21 день я себе привела такой привычку не есть сахара я бросила курить я не ем жирно жареное что-то такое да я еще одна привычка я не стала пить кофе с молоком три привычки я себе внедрила а у человека на одну привычку ход 21 день нужно по одной привычке как советую психологи вводить свыжить а я видите сколько у меня там список 20 естественно у меня не все получилось сразу ничего страшного главное встать собраться и пойти дальше и начать начало начинай сначала понимаете главное делать не остановиться вот что самое главное это самое даже если вы промахали день два три вставайте и начинайте сначала начинайте делайте и все будет нормально все будет отлично все будет хорошо девочки теперь я буду подводить итог но я сейчас себе положу кушать теперь подведу итог итак девочки подражу итог в чем я не буду сейчас себя ругать ни за что в чем я молодец надо себя хвалить надо признавать все что ты сделал все таки я действительно молодец я могу в этом сайт крепится я вчера встала немножко позже потому что мне нужно было делать зарядку потому что я вчера была на тренировку стало попозже я приготовила завтрак я приготовила обед я по своему расписанию занималась уборкой и уехала уехала на 10 утра мы встретились в городе с мамой сделали кое-какие дела пошлинулись по магазинам кое-что из продуктов нового года я купила и по хозяйству там для стирки и все прочее к часу я вернулась домой я вернулась домой потому что в час ко мне приехали нам устанавливали выделенную линию интернета потому что не было интернету у меня здесь лет 5 мы пользовались только мобильным я опять же молодец я заплатила за это деньги нашла это вне наших планов не наших расходов не бюджета то есть мы установили интернет из искала скажем так на это деньги это было дальше они уехали где-то часа в три и вот тут я расслабилась во первых вылетела из графика и расслабилась я очень было дома холодно такая холодильная жуткая тьма лег на диванчик смотрел телевизор мы ведь еще подключили интернет и антенну телевизионную смотрели какой-то фильм я к нему подлегла холодно очень не с ним залезли под плед и уснули и уснули где-то на пару часиков встали поужинали очень дома холодно делать вообще ничего не хотелось и знаете вы настолько холодно что я прям вот замерзла у меня были ледяные ноги я одела шестинные носки а у меня вечером тренировка у меня вечером йога где нужно заниматься босиком футболочки с коротким боковом я посидела подумала я никуда не поеду не поеду в такую йогу я там и так замерзла там вообще околи но в чем я молодец я все равно заставила себя поехать в тренировку разогрелась мне там естественно уже потом было тепло и хорошо и все прочее молодец я все равно поехала на тренировку да я не сделала какие-то вещи по домам и по работе же плюс опять же плюс я не то что я вообще ничего не сидела и лежала и привела в потолок бамбук курила нет не сидела и не упала я молодец отца блин была чем-то занята я единственное два часа я поспала и это тоже плюс потому что организм перестраивается перестраивается понимаете перестраивается рано вставать перестраивается вовремя ложиться у организма физические нагрузки вчера я делала зарядку вернее позавчера я делала уже перепуталась это же третий день короче понедельник я делала зарядку замерзла устала надо было немножечко поспать понабраться сил чтобы идти на йогу мне болит конечно сегодня вообще все тело и мне сегодня последний день они по глименте то есть если сегодня это занятие пропадет денег жалко я пойду все болит всем нет хотя степ я его очень люблю и у меня такие жирные ноги знаете у девчонок бывает попы ноги мне кажется мне надо больше как-то сверху убирать чем ноги колени еще болят и как-то степ я вот не мою наверное но я же никогда не ходила на степ поэтому надо сходить и хотя бы попробовать с другой стороны ищем девочки плюсы а может быть благодаря этому степу я где-то подкачаю ноги я где-то подкачаю попу свою маленькую она станет более круглой и более кругленькой понимаете опять же так вес у меня видели до плюс 500 грамм это вода вода потому что я в своей тренировке много было благодаря к этому транзировали почему я не выполнял отразим по хвалил ост có� у ¡итry я продюс и вот так друзья проанализирует все что ты сегодня делала не нелое и в конце всегда по концу да ты любите главное вставать и делать то что ты не сделала то что не доделала settings для дела если я скажу в прошлом что нacaktэ Вот девочки, голодами наблюдая за людьми, которые добиваются какого-то, ну пускай не сильно там, взлётов каких-то, ну которые добиваются успеха в чём-то, в любом направлении. Человек делает, 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 изо дня в день делает, делает, делает. Не получается у него что-то, он встаёт снова и встаёт снова и делает. Вода камень точит, понимаете. Вода камень точит, корочка по зёрнушку клюёт. Вот эти две поговорки мне вот за последнее время становятся девизой моей жизни. «Вставай, упала, встань, упала, встань и иди дальше. Потрихнись. Главное идти, главное, девочки, идти, главное идти вперёд, главное не сдаваться, главное… Дорогу усилить идущие. День третий, время час дня, уже час 15, 15 минут я записывала заключение ко второму дню. Время обеда, уже куча дел должны быть переделаны. Мне ужасно болит тело после вчерашней тренировки, после понедельника. Я там делала интенсив минус 1000 шагов, минус 600 калорий. Мне всё, конечно, болит. И тело для него это стресс для моего тела, оно сопротивляется, моя психика сопротивляется. Когда я… У меня есть такая особенность. Я заметила, мне это уже, скажем так, лет 5. Даже, может, чуть-чуть больше. Мне был знакомый, ему было 36 лет, и он мне, знаете, всегда говорил раньше, вот ему позвонишь и он спит днём. Я говорю, ну что ты спишь-то, столько вообще прекрасного вокруг, только дел надо делать. Он мне говорит, Лена, вот я вчера понервничала очень сильно, ну не вчера, я понервничала очень сильно, ты об этом знаешь. У меня была… У меня такая особенность организма. Я когда сильно, говорит, понервничаю, по ним надо поспать. Меня прям вырубают. Я над ним смеялась, честно, девочки. Ухахаха возлюбила, значит, надо лечь поспать. И у меня после 36, как раз после 37, там 38, я заметила в себе точно такую же особенность. Мой организм, моя психика отторгает вот эти вот стрессы, вот эти вот все ситуации, либо старается восстановить мой организм после стрессовой какой-то ситуации, если я сильно понервничаю, меня вообще вырубают. Понимаете, я могу прям выглядеть, я вот прям сидеть, не могу сидеть на стуле и усну, понимаете, засыпаю. У меня так организм останавливается после стресса. Эти два дня для моего организма стресс. Я же все сначала это начала. Я каждый день делаю зарядку, я встаю рано, я что-то тут люблю. Я физически очень много двигаюсь, да, я очень много себя нагружаю и морально тоже, потому что я психолог, я одного, второго, я стараюсь впитать себя. информацию, я стараюсь анализировать это все, я все записываю и где-то для себя делаю какие-то пометочки, конспекты. У меня начинает, естественно, бунтовать психика, у меня физиология бунтует, ничего страшного, ничего страшного. Легла по столу в столу и пошла дальше, девочки, дальше. И себя за это надо хвалить. Хвалить за то, что ты не останавливаешься, за то, что ты все равно продолжаешь действовать дальше. Не надо себя за это осуждать. Я встала с утра и думала, господи, дрянь такая. А потом думала, что это я дрянь-то. Что это я дрянь-то. Я столько дел вчера переделала. Я отскреблась, пошла на тренировку никакая. Я молодец, я молодец, что я встала и пошла делать дальше. Понимаете, сегодня вот думала, что пойду вечер на тренировку, перевела в отдельно, чем была. И утром не буду делать за руку. А потом подумала, знаете еще, что, девочки, мне нужны силы физические. Если я хочу спать, значит, мне надо выспаться. Выспаться как следует для того, чтобы все это перебрыть и для того, чтобы у меня силы были двигаться дальше. Ничего страшного. Отодвинула, насколько я отодвинула. Нормально я вам, девочки, скажу, я отодвинула. Я отодвинула все на 6 часов. На 6. Но я все равно сегодня постараюсь все сделать. Даже если я что-то сегодня сделала успею. У меня есть свободное время завтра и послезавтра. Я думаю, что я просто все на место. Здесь же было там время для отдыха. То есть я просто, получается, отдых с тех дней перенесла на сегодня. Я отдохнула, потому что мне нужен этот отдых сейчас. И то, что я должна была сделать в это время, я просто передвигаю на то время, когда я должна была отдыхать. Вот и все. И ругать себя за это нельзя. Нельзя. Конечно, это кто-то может сказать, что ты сама себя оправдываешь. Я себя не оправдываю. Я реально теперь смотрю на вещи. И понимаю. Да если мне нужно чего-то добиться, значит, нужно что-то как-то спланировать. И главное здесь не остановиться и двигаться дальше. Понимаете? Вот что главное. Значит так. Сегодня третий день. Стала. Зарядку я не делала, потому что вечером иду на тренировку. Сейчас я кушаю. У меня уже, конечно, не завтрак и обед. Сейчас я кушаю. Сейчас сначала взвешиваюсь. Сейчас я покушаю. Приведу себя в порядок. И начну делать то, что я была запланирована. Вот и все. Вот и все. Сейчас снова переведу. У меня уже фишечка такая есть. Я перевожу на своем телефоне время назад, чтобы не переводить будильник. Там же очень много позиций, которые есть. Я запланировала. Просто перевожу часы назад и начинаю. Тут у меня будильник. Звучит, поведение. Все, что мне нужно по времени. Вот так. Пошла взвешиваться. Я канализирую свой вес. Плюс 300 грамм. Ну, во-первых, я уже выпила стакан воды. Минус 200, да? Как минимум. То есть 100 грамм. Ну и вообще это вода. Я очень много вчера и перед сном много выпила воды. То есть это вода. Это я говорю, когда в те дни, когда я занимаюсь физкультурой, я очень много пью. Либо пить надо регулярно, чтобы организм к этому привык. Либо все, от другого выхода нет. Заниматься спортом не будет все равно. Ну, то есть это вода, чистой воды. Чистой воды, вода. Тавтология вот такая получилась. Помашите ручкой. Ой, нет, Лея. Помашите ручкой. Нет. Нет. А, не снимай, сейчас. Монагарин, я загрязываю. А я тоже давно устраиваю. Нет. Я уже не ушла. До свидания. Ответы. Лена. Ответы. Девочки, подвожу итоги третьего дня. Время 2 часа ночи. В 11 я должна была лечь спать, да? У меня сегодня была тренировка. И в 8 часов вечера я уехала. Я приехала в 11. То есть в 3 часа плюс дорога. В 8, в 9, в 10, в 11. 3 часа у меня есть свободное время. Мне это занимает. Я при тебя ругаю. Ругать тебе нельзя. Я сегодня молодец. Я еще сейчас пойду помой. Я еще сейчас пойду помой. Голову, наверное, не буду. Я помою завтра. Завтра я утром покрашу голову и помою. Наглядный нос покрасить. Вот. Сейчас сполоснусь. Принадуше спать. Ну, я сегодня молодец. Я сегодня с собой довольна. Я довольна. А сегодня была такая тренировка у нас. Сумасшедший степ. И я сейчас даже кусочек вам видео сюда засуну. Потому что такая она очень интенсивная кардио-тренировка. Целый час. Для меня это, конечно, очень напряг. Давление скаковано, честно-то сказать. Ну, в конце девчонки там уже занимались. Ирина попросила, чтобы я их поснимала. Поэтому я сделала там два ролика. Потом их выложат в группе нашей студии. Ну, где мы занимаемся. Небольшой кусочек сюда вставлю. Потому что я боюсь, что YouTube забанит музыку. Под которую мы там занимаемся. А с другой музыкой эффекта вообще не будет никакого. Выложим буквально там несколько секунд. Несколько минуточек. Как я снимала девочек. Вот так вот. Сегодня такой насыщенный день у меня был. И в свои кладочки я поприбиралась. И пошила. Выполнила, кстати, заказ, который нужно было шить. Я его сделала. И заказ сделала. И с колонами поработала. И на тренировочку сходила. Тело болит вообще все. Умираю, болит. Особенно лопатка. Вот это я вчера на йогу сходила. Я что-то, видимо, зажала себе. Надо порастягивать спину. Простягивать. Вот так вот. Я молодец. Очень много воды, кстати, выпила. Ужасно много воды. Завтра, наверное, вес будет. Не знаю. Плюс 2 килограмма. Ну, ничего страшного. Я знаю, что я похудела. Что я позанималась. Что я сегодня очень интенсивно занималась на тренировке. Очень кардио было такое. Серьезное. Для меня вообще с первого раза такие занятия шоковая терапия. Всем пока, девчонки. У нас в этой комнате идет, видите, вообще генеральный. Перестановка, уборка, тряпки, пылесосы. Сейчас это все выглядит вот так. Вверху там, видите, обои отклились. Потом покажем вам, что у нас из всего этого получилось. Сегодня, кстати, 24-е. Нам сегодня надо обязательно нарядить елку. Елка будет стоять в этой комнате. Мы вам все покажем. КОНЕЦ 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 Ну вот так прошли 10 последних дней. Старого года. Ни моя психика, ни мое здоровье не выдержали такого темпа и такого напряга. Но ничего страшного. Главное ведь не останавливаться и продолжать в том же духе. Самое главное, что теперь у меня совершенно другой взгляд, у нас в жизни совершенно другой настрой. Всем пока. Всем всего доброго. Всех с прошедшими праздниками поздравляю. Пока, ребята.